Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Кубряк Олег Витальевич, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией физиологии и функциональных состояний человека НИИ нормальной физиологии имени Анохина. Окончил Московскую медицинскую академию имени Сечного в 1993 году. В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию по теме электроэнцефалографические и электрокардиографические коррелята восприятия кардиоритма под руководством профессора Урваева. Вышедшая в 2010 году монография Олега Кубряка связана с результатами его кандидатской работы и до сих пор привлекает внимание. В 2016 году американский исследователь и футуролог профессор Михаин Адин пригласил автора монографии к участию в работе над книгой, которая вышла в международном издательстве «Шпрингер». Поиск новизны привел Олега Кубряка к докторской диссертации под названием «Системные механизмы регуляции стабильности и управляемости вертикальной позы человека». Олег Виталий Кубряк сегодня в студии нашей программы, которая неоднократно была местом обсуждения когнитивных процессов и методов их познания, и, конечно, в контексте того, что отличает человека от других животных. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Марина. Сегодня у нас новый поворот. Вы представите нам результаты исследований и публикации, которые посвящены связи когнитивных процессов с ритмами сердца. Вам разработаны оригинальные подходы к объективной оценке когнитивных процессов именно по этой взаимосвязи, по этой зависимости от кардиоритмов. Пожалуйста, Вам слово, предвосхищающее сердце. Я вся в предвосхищении, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо большое за приглашение в Вашу замечательную программу, которая называется «Медицина в контексте». И, конечно же, собираясь к Вам, я думал о том, каким образом врачам может быть полезна та информация, которую мы сегодня планируем рассказать, показать. Я сразу отмечу, может быть, надо было в самом начале, что это по материалам монографии, которые Вы издали в 2009 году. Это не просто так сегодня родилось. Конечно, если говорить об этом, и почему предвосхищающее сердце, это, конечно, вот эта книга, которая, насколько я понял, и обратила внимание Вашего замечательного канала на нашу работу. Это книга, которая называется «Предвосхищение и медицина». Она подготовлена известным американским ученым, профессором Михаилом Дином, которого, наверное, можно отнести и к тем людям, которых раньше называли футурологами. Он живо интересуется тем, какова же будет медицина в дальнейшем, какие пути. Он интересуется системными подходами, которые являются ядром научной школы, которую я представляю из школы, Петра Кузьмича Ановкина, который был учеником Ивана Петровича Павлова и так далее. И, собственно говоря, одна из глав этой книги, она так и называется «Предвосхищающее сердце». Это глава, которую написал я, вот как раз по предложению профессора Надина. Но на самом деле, мы, когда говорим о сердце, мы, конечно, должны, на мой взгляд, учитывать те, как бы, вросшие в каждого из нас, что называется, генетически, от корней. Ну, культурологически, да. Представления, конечно. Ведь сердце, и в крови горит огонь желаний. То есть это все... Сердце, тебе не хочется покоя. Конечно, конечно, конечно. Сердце сжалось, золотое сердце, да, и так далее. Сердцем чувствую. Вот-вот, да. Колосы сердца. Мы не знаем с вами, как относились к сердцу, скажем, те человечества, которые были до нашего вида. Например, неандертальцы, у которых была своя культура, у них были какие-то атрибуты, культурные артефакты, вероятно, да. Но мы знаем о том, что еще до нашей эры люди, вот, например, это амулеты древнеегипетские, такие амулеты использовались при погребении. То есть это амулеты представляли собой сердце, и они должны были обеспечить более легкое прохождение человеку сюда, да, так сказать, в загробном мире. Но этим вот слайдом я хотел обратить внимание наших зрителей на то, что понятие, например, достаточно распространенной в какое-то время психосоматической медицине, о том, что чувство от сердца связывается со страхом, например, или с тревогой, да, оно, конечно, держится, вот как вы и сказали, на огромном культурном, таком и религиозном, и психологическом контексте. То есть очень много слов, сердечные и так далее. Кто-то, собственно говоря, хотел это показать. То есть наша речь сегодняшняя, если вот говорить о том, зачем это нужно врачам, да, и чем это может быть полезно. То есть есть прямое, так сказать, вот прямая польза в том, чтобы узнать, как применять препарат, какую схему, или как устроен тот или иной орган. Я вот считаю, что мы сегодня можем сделать, или попытаться найти полезное в том, что представить взгляд на кардиоритм несколько иначе, чем это сегодня используется, ну, скажем так, в медицине, что называется, в рутинной практике. И, возможно, вот такие вот взгляды, они будут способствовать даже преодолению некоторых вещей, которые мы обнаружили вот в социологическом исследовании. Мы не далее, чем, может быть, пару лет назад проводили очень интересный опрос специалистов, врачей о последдипломном образовании. Вот. И, к сожалению, мы обнаружили, ну, серьезную дезориентацию врачей в том, какие курсы выбрать, зачем им это нужно, какие они журналы читают. То есть они, как правило, называли, например, журналы, которые помнят на слуху, но никто не вспомнил четкое название статьи, которую он там прочитал. Ну, как вариант, да? Вот. И на самом деле, если рассматривать такие процессы с позицией социологических, социологических теорий, мы узнаем очень интересно, что происходит с врачами. И я думаю, что наша вот сегодняшняя такая, может быть, не совсем клиническая лекция или встреча, да, она способствует вот тому, что люди, может быть, как-то пошире и посмотрят на тот предмет, которым мы занимаемся вместе. Если говорить о сердце как анатомическом, физиологическом образовании, которое напрямую связано с когнитивными процессами, с эмоциями, то для этого существует очень много оснований, теорий. Ну, можно вспомнить теорию эмоций Ланге, которые связывал, как бы, активность кровеносной системы с возникновением эмоций. Мы можем вспомнить слова Павлова, который говорил, что сердце — это и простой насос, и непростой насос, и так далее. То есть это очень большая, хорошая цитата существует, она приводится в одной из наших книг полностью. Или вот более свежее представление по Кристоферу Муру о том, что напрямую кровоток в мозге как бы связан с мышлением. Но на самом деле, тогда же, когда он опубликовал вот эту схему и соответствующую публикацию, в следующем году в журнале Nature вышла статья с участием нашего соотечественника Евгения Сиротина, которые проводили опыты на приматах. И они показали, что не обязательно кровенаполнение или питание какого-то участка коры связано с ее активностью, с восприятием и так далее. То есть уже тогда были доводы в пользу того, что не всегда функциональная магнитная... Да, вот это просто. Судя по интенсивности кровотока. То есть, вероятно, здесь еще есть очень много о чем задуматься и как пересматривать результаты. Мы всегда используем для работы ту технику, которая у нас существует. Был такой замечательный советский философ Генрих Николаевич Волков, исследователь социологии, науки, технического прогресса. И он указывал на то, что техника или уровень техники предшествует уровню науки. Это не всегда так, потому что люди креативные, ученые, которые занимаются фундаментальными исследованиями, придумывают то, что потом станет инструментом. Но так же, как без микроскопа не может быть сегодня микробиологии, так же и без инструментария в широком смысле, который включает различные методики, различные приборы, и не может быть какой-то отрасли. И понятно, что очень большое число работников научной индустрии, они не всегда являются вот такими людьми, как там Левенгук, который придумал микроскопы. Вот, они используют уже готовые методические решения, готовые представления, и поэтому наверняка в будущем мы столкнемся с тем, что результаты какие-то будут пересматриваться, какие-то останутся. Ну вот, например, вот эта схема, она уже, в общем-то, работой Сиротина, на мой взгляд, уже опровергается. Но, тем не менее, я почему хотел это показать, что и еще и от Ланге, и от Джеймса, да, вот от знаменитых психологов прошлого, и Ланге, это физиолог, врач был, да, то есть существует прямое, как бы существовали такие теории, которые связывают напрямую работу сердечно-сосудистой системы, с движением мыслей. Вот, ну, можно еще из современных вспомнить, например, теорию соматических маркеров, маркеров Антонио Дамасио, то есть, который говорит о том, что существуют тут некоторые метки, как бы маркирующие вот то, что у нас происходит внутри. Ну, на самом деле, если, как бы задуматься о том, что мы, например, прекрасно знаем, что в СССР была создана первая в мире установка как бы для оживления, как тогда это представлялось, вот это была машина Брехоненко, который в 1928 году создал изолированный такой препарат, то есть оживлял отдельную голову собаки. Вот здесь на схеме из фильма, снятого в 1940 году, мы видим, как это было устроено, ну, вот здесь, собственно говоря, это показано, да, и видим эту отдельную голову, которая даже облизывалась, открывала глаза, когда ей щекотали нозри и так далее. Вот эти картины, они, конечно, наводят на мысль, а зачем вообще мозгу нужно сердце? Ведь существуют люди с искусственным сердцем, существуют, например, если мы говорим о ритмичности сердца, существует сердце искусственное, которое беспульсовое, то есть просто как насос кровь циркулирует, и там нету пульса, да, значит, и вот стоит задуматься, то есть можно ли рассматривать всегда правильно сердце как некий отдельный элемент. Автономный. Да, да, у нас ведь есть автономный, там водитель ритма, да, и так далее. То есть вот как это рассматривать? То есть мы сталкиваемся на самом деле с тем, что в том инструментарии, которым мы пользуемся, и которым мы пользуемся в рутинном описании, например, электрокардиограммы, когда используются показатели, допустим, спектральные, скажем, там, высокие и низкие частоты, и это трактуется как колебание там вклада симпатических, парасимпатических влияний, или там еще какие-то показатели, скажем, вариабельности кардиоритма, да. Здесь сердце, то, по сути, если ультрировано, конечно, говорить, то есть все, что мы говорим, оно имеет характер обсуждения, конечно, да, но тем не менее мы можем с вами, сами посмотрев на это повнимательнее, увидеть, что сердце рассматривается как некий пассивный орган, который находится между симпатическими влияниями, парасимпатическими влияниями, и действует как будто бы вот там вмонтирован в человека вот как отдельный какой-то приборчик. На самом деле, конечно, это не так. Человек, он думает и существует так, как он думает, именно потому, что он представляет собой единое целое. И создание приборов вспомогательного кровообращения, да, искусственных органов, оно на сегодня, на мой взгляд, да, на мой взгляд, что еще имеет очень большое в резерве. Оно, конечно, в слабой степени пока учитывает эту системность, вот эту не фрагментарность человеческого тела, а его единое целое, единую сущность. Например... То есть, как бы модульный подход, он механистический? Он очень механистический. То есть, вот в тематике, которой я занимаюсь сейчас, поскольку работы, о которых мы говорим, заинтересовали ваш канал, касающийся когнитивных аспектов кардиоритма, они были выполнены в начале 2000-х. Сейчас я занимаюсь также в рамках парадигмы системных подходов, другой тематикой. И хочу сказать, что проанализировав научную область, применение, допустим, таких приборов для исследования, ну, можно так вот и равно сказать, равновесие, хотя это, конечно, более широко, это стабилоплатформы, мы увидели, что парадигмы их применения, вот, она подвержена влияниям, по сути, можно представить, как движение от рефлекторных моделей к так называемым механическим моделям, когда человек представлен просто как перевернутый маятник однозвенный. То есть, это очень упрощенные подходы. Дальше пошла речь о мультисенсорной интеграции, дальше уже начинаются системные модели, одну из которых, вот, известный биолог Юрий Сергеевич Левик из Института проблем передачи информации, например, назвал концепцией внутренней модели тела, уже может объяснять тоже системные вещи, но то я немножко отвлекся. Я спрошу вас о стабилометрии в конце? Да, да, да. На самом деле... Сейчас будем о сердце. На самом деле это отвлечение только кажущееся, потому что здесь единая вещь, то есть, есть системный подход. И, например, если мы используем аппарат вспомогательного кровообращения, здесь есть регуляторы в нем, то есть, которые как бы рассчитаны на более активную какую-то деятельность человека или более пассивную, да. В первых моделях, ну, насколько я знаю, там это можно было регулировать вручную, то есть, как бы добавить пару, да. Вот, но на самом деле настоящее сердце, оно ведь подстраивается под то, что человеку нужно, и даже предвосхищает активность. То есть, нам, например, известно из исследований, проведенных в нашем НИИ нормальной физиологии имени Петра Кузьмича Анухина, что активность сердца, она предвосхищает пробуждение человека. То есть, перед тем, как проснется мозг, у человека как бы, ну, это в кавычках, конечно, просыпается сердце. Вот, собственно говоря, это тот резерв, который позволяет эти модели, искусственные органы улучшить. И вот французы, например, они предложили уже полностью искусственное сердце, одними из преимуществ которых они указывают то, что оно имеет функции физиологической адаптации. Я не знаком с этим прибором очень подробно, но с удовольствием поинтересовался, готовясь к этой передаче. И они указывают, что у них есть там специальные сенсоры, которые учитывают вот как бы потребности человека. Но в любом случае... Но это общие фразы, что они... Это общие фразы, то есть... Иннервацию они учитывают. Да, 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 конечно, конечно. Они не могут в любом случае заменить всего того многообразия информации, которая питает сердце. То есть, скорее всего, речь идет об иннервации, такой более чувствительной. Мы с вами не будем даже гадать. Мы просто, мы просто, ну, с вами отметим то, что люди об этом задумываются, что они понимают, что это есть резерв. И, вероятно, к этому будут стремиться, если будут делать какие-то кибернетические такие вот штуки, хотя, может быть, все-таки будущее за искусственными органами. Более совершенные сенсоры. Да, конечно, конечно. То есть, ну, они не просто должны быть сенсорами, они должны быть встроены в систему мозг-сердца. То есть, они должны говорить человеку, что будет дальше, предвосхищать и так далее. То есть, наше сердце, оно реагирует еще до того, как человек что-то пожелает сделать. Ну, вот, если говорить о том, что происходит, как в сердце, мы, как правило, вот пользуемся, я имею в виду, в клинике, и как пациенты, и наши зрители, как врачи, они используют, ну, для чего электрокардиограмму, да? То есть, я попробовал в свое время поискать в литературе, для чего это используется. И вот можно выделить. Ну, то есть, это, конечно, скрининг грубой патологии, это кардиомониторинг, рутинная диагностика нарушений проводимости, то есть, прогнозы, да? Вот даже мне очень интересует аспект, так называемой кардиотоксичности. То есть, не всегда можно говорить о прямом действии того или иного препарата на клетке сердца. То есть, когда-то это точно известно, когда-то нет. Но при этом это используется, например, для психотропных препаратов в клинике психиатрической, там, у неврологии и так далее. Вот. Но на самом деле, вот этот спектр, он гораздо шире. То есть, сегодня сердце служит источником сигналов, да, для записи на электрокардиограмме, для исследования психических процессов, эмоциональных процессов. То есть, всякие регитативные показатели подхода, это же вот все берется отсюда. И вот иностранцы в свежей работе, в свежем обзоре, они уже указывают также на подходы, которые, в общем-то, близки к нашим отечественным приборам, разработанных, например, Сулой и другими авторами. Это когда речь идет о создании таких визуальных моделей, окрашенные в разные цвета. И когда каждому соответствующему фрагменту электрокардиограммы они сопоставляют сокращение или... То есть, это другое изображение кардиограммы просто, да? Ну, это вот какой-то фрагмент, он такой симпатичный, он показывает то, что можно визуализировать. У нас есть ведь приборы в России, которые используют такой подход, причем, вероятно, даже раньше, чем у них может быть. Так что, когда мы задумываемся, что можем узнать из ЭКГ, на самом деле мы можем узнать не так много, при том, что этому методу, ну, в общем-то, 100 лет. Ну, так сказать. Ну, да, да, да. То есть, на самом деле, мне кажется, что узнать мы можем из электрокардиограммы гораздо больше, если задумаемся вообще, что мы изучаем. Вот посмотрим, сколько у нас в сердце клеток. У нас их очень много. То есть, вот одна из работ в плане того, определить, сколько же у нас клеточек содержится в сердце, то есть, это вы видите огромное количество, да, 2 на 10 в 9 степени. Ну, вот представим, что каждая клеточка сердца, да, она сокращается, либо расслабляется, да. Представим, что расслабление или сокращение – это один бит информации. Вот тогда у нас, если для стандартной записи ЭКГ, которая длится, там, 5 минут примерно, почему 5 минут? Чтобы было 300, там, 400 кардиоциклов. Почему такое число? А для того, чтобы те алгоритмы, которые были предложены в середине 20 века, позволяли использовать параметрическую статистику для вариабельности кардиоритма. То есть, уже здесь есть некие ограничения по записи и так далее. Ну, вот за 300, там, за 400 кардиоциклов, если эту цифру, очень огромную, из битов перевести на активность каждой клетки, то это получится примерно 100 гигабайт. То есть, получается, за 5 минут мы получаем, ну, это, конечно, очень упрощенная оценка, потому что эти клеточки там все немножко разные. Значит, сердце состоит из разных отделов, оно совершает очень сложное движение, не просто там сокращение, там есть и скручивание, и это сложная, действительно, биомеханическая система. Если учесть, что часть из них синхронизирована все-таки. Да. Хотя это тоже информация сама по себе. Да, это тоже информация. То есть, я хочу сказать, на самом деле, это не 100 гигабайт, это много-много-много информации. И вопрос в том, сколько же мы из нее используем для того, чтобы сделать вывод, у человека есть тахикардия, у человека нет тахикардии. У человека ритм такой, у человека ритм другой. То есть, здесь, конечно, присутствует некое, так скажем, спекулятивное представление, но на самом деле оно очень ярко иллюстрирует, что мы берем. То есть, какова мера прагматической информации, которую мы получаем из такого потока, что ли, сигнала. Ну, давайте посмотрим, что нам говорил наш знаменитый математик Калмагоров об информации. То есть, это тот человек, который, собственно говоря, и разрабатывал эти подходы, теории. Мне очень нравится цитата, представленная на этой слайде. Это цитата нашего знаменитого математика Калмагорова, который, собственно, и был одним из основоположников вот этих представлений об информации, о прагматической части этой информации. И мы действительно можем, говоря о сердце и о том, как оно связано, или как связан сигнал от него, например, электрокардиограмма, с другими органами, либо с тем патологическим процессом, который изучает, исследует, диагностирует врач. Мы можем вот несколько метафорично использовать вот эту цитату о том, что реальные объекты, подлежащие нашему изучению, очень неограниченно сложны, но связи между двумя реально существующими объектами исчерпываются при более простом схематизированном описании. То есть мы рисуем карту между материками, островами, не зная обязательно, какие там течения, какая соленость воды, глубины, какие почвы слагают эти материки. Но нам становится понятно, как они расположены относительно друг друга. То есть это вот схематизированное описание. Но вот иногда, увеличивая объем информации для переработки, имея для этого соответствующие вычислительные мощности, то есть современную технику, компьютеры, мы пытаемся взять в лоб, что называется, штурмовать вершину фронтально. Ну и не всегда это получается. Мы иногда уподобляемся тому, что изучаем микроструктуру вот этой самой карты, или там краски, как она напечатана. Но не приближаемся к тому, чтобы уточнить, как расположена эта карта, чтобы уточнить очертания этих материков, берегов. То есть вот, собственно говоря, мне кажется, что эта цитата, она, конечно, универсальная, она не относится только к исследованиям сердца, но это как раз, может быть, один из таких аспектов, который не покажется скучным клиницистом, потому что, на мой взгляд, ну это мое личное мнение, я надеюсь, врачи будут ко мне снисходительны, выходят за рамки каких-то совершенно чисто утилитарных вещей, чисто утилитарных лекций. Вот, ну и всегда вот такие вот общие вещи, они в какой-то степени философские, да, они приближают врача к той известной цитате, когда врач-философ подобен Богу. Ну и говоря о том, как же исследовали сердцебиение, ну, может быть, одним из первых следует упомянуть работу Вайтхеда, это 1977 год с авторами, которые использовали так называемую процедуру разграничения сердцебиений. Вот, здесь речь шла о том, что после пика Р на электрокардиограмме испытуемый слышал звук, который шел с постоянной задержкой от этого самого выделения пика Р, да, как это они в 1977 году делали, это, наверное, отдельное обсуждение. Но, тем не менее, они такие сигналы производили через 128 миллисекунд и через 364 миллисекунды. И на основании того, какие сигналы отмечали испытуемые, они делали свои выводы о лучшем или худшем восприятии сердцебиения. В дальнейшем был предложен метод постоянных стимулов, то есть, когда подавалось целый набор стимулов вокруг этого самого пика Р, и по тому, как люди реагировали, делались какие-то свои выводы, ну и, наконец, примерно в то же время исследователь из Германии, Шандри, он предложил способ как бы мысленного следа, мысленной трассировки, то есть, когда испытуемый как бы мысленно отчитывал свои собственные сердцебиения. Значит, эксперимент, который лег в основу книги, которая заинтересовала ваш канал, значит, он включал в себя ну как бы комбинацию этих способов, то есть, испытуемые сначала мысленно представляли эти сердцебиения, и по истечении ограниченного периода они называли цифру, сколько они их насчитали. Они не были обучены, они не держали руку на пульсе. Нет, конечно, да. Ну, предварительно, конечно, они просто, так сказать, отдыхали спокойно, это была фоновая запись, и мы записывали полиграфические характеристики, то есть, это был анализ электроэнцефалограммы, электрокардиограммы, другие показатели. Вот, в дальнейшем, после мысли новосчета сердцебиения, испытуемые проводили такую вот свободную, произвольную, как бы активность, то есть, указательным пальцем они просто шевелили так, как им хотелось, совершенно спонтанно. И следующий этап, они этим пальцем, этим движением пытались как бы обозначить то, как у них бьется сердце. Соответственно, мы вот это все анализировали, сравнивали, и получили те выводы, которые легли в основу этих всех книг, где то, что мы сегодня обсуждаем и говорим, написано, ну, более, что ли, формализовано, с выводами, с цифрами, с такими подходами к клинической медицине, например, психиатрии. Я сейчас скажу несколько слов, как это может быть связано не только с кардиологией. Ну, вот, если мы увидим вот пример характеристик кардиоритма одного из испытуемых в таком исследовании, здесь первый, второй, третий, четвертый, это разные периоды, которые делились по минуте, то есть, первый этапон, второй мысленный счет, третий, произвольное движение указательного пальца, четвертый, это когда человек работал на результат, показывал. И на самом деле, если бы мы исследовали эти фрагменты кардиоритма из АКГ согласно международным рекомендациям, да, то нам бы нужно было растянуть эти периоды до пяти минут примерно, чтобы набрать достаточное для анализа число кардиоциклов. Поскольку такое длинное, длинная такая выдержка испытуемых, она бы способствовала очень быстрой смене функциональных состояний испытуемых, то есть, это лучше было сократить. И как исследовать за 30 секунд? Мы видим, что даже вот в таком виде, когда мы говорим о характеристиках распределения длительности этих рар-интервалов, да, мы видим, что они все разные. Вот, ну, собственно, на самом деле это вот один из таких наглядных способов увидеть, что то, что мы... Вот, был мой вопрос, потому что все люди же разные. Абсолютно разные. И здесь вот я так априори не ожидала увидеть, потому что люди разные. Конечно. И много субъективного, даже в таком простом счете, как подсчет собственного ритма, мне кажется. Конечно, это абсолютно люди разные, и вы совершенно правы. И здесь вот еще что можно отметить, ну, это тоже хорошо известно клиницистам, кардиологам, хорошо известно физиологам о том, что фраза поэта «пустое сердце бьется ровно», да, она, наверное, подразумевается под пустым больное сердце, да, потому что сердце здорового человека и его активность, она, ну, так метафоричнее, если говорить, она похожа на траву, которая растет на лугу, на разные высоты, разные длины. И так, эр-интервалы у человека, здорового, они вариабельны, конечно. И на самом деле в таких вот характеристиках изменчивости, что ли, кардиоритма, даже на коротких участках, мы сталкиваемся с чем? Мы сталкиваемся с тем, что в кардиоритме отражается множество всяческих внешних и внутренних активностей человека, да, это все как бы не одно и то же. Ну, вот, кстати, тоже хорошо видно, что при мысленном счете у человека, который более успешный или менее успешный, конечно, есть вопросы, как вы определили, как они посчитали. Значит, это отдельная технология, она описана, то есть, если это будет интересно, можно подробно в цифрах почитать, но, во всяком случае, как нам кажется, здесь была статистическая значимость таких различий, когда правда, когда неправда. вот, но мы видим, что человек, который обозначен здесь кодом КР, он лучше считал свои сердцебиения, а человек, который обозначен кодом Т, хуже читал. Лучше в смысле адекватнее реальному. Адекватнее реальному. В этом? Да, 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 конечно, да, то есть, это более успешный считатель собственного сердцебиения, вот, и здесь, когда человек концентрируется, то есть, меняется его фокус внимания, мы видим, что меняются и параметры кардиоритма. Причем, это какие параметры? Это так называемая дыхательная частота кардиоритма. Я вот хотел показать вот эту книгу, это книга Владимира Михайловича Покровского, отечественного физиолога Кубанского, которая называется «Формирование ритма сердца в организме человека и животных». Ее, может быть, не так широко, как хотелось бы цитируют, но на самом деле это абсолютно интереснейшие работы, которые имели и предшественников в России, в СССР, о том, нет, они, конечно, имеют гораздо более исторические корни, но это просто уже более конкретизированные экспериментальные работы, которые показывают, что регуляция уровня сердца, регуляция сердца, она многоуровневая, и она как раз не такая механистическая. То есть, есть центральный уровень регуляции. То есть, это тоже понятно как. То есть, если идут от периферии сигналы от сердца, через спиной мозг, в ствол мозга, далее там таламус, губоталамус, и так далее. Значит, и продолговатый мозг, где процессы дыхания и сердца тоже. вот это называют феномены кардиореспираторного синхронизма и так далее. То есть, это все как раз имеет отношение к тому, что человек для того, чтобы лучше посчитать, либо попытаться посчитать, но не получалось у него почему-то, то есть, это он не смог скоординироваться таким образом. То есть, сердце этого человека модулировалось, может быть, произвольно, может быть, непроизвольно, этого мы не можем сказать здесь, но оно модулируется дыханием. В каких случаях еще происходит такая модуляция дыханием кардиоритма? То есть, старые врачи старой русской школы, они пациентам с аритмиями, в то время, когда не было антиаритмических препаратов, что советовали сделать при аритмии? Покашлять. То есть, можно, используя, опять же, метафоры, сказать, что мы как бы, как бы, как в кавычках, конечно, как бы перезагружаем программу в мозге, действуя непосредственно на дыхательный центр и производя влияние на сердце, мы способствуем восстановлению нормального ритма. И мы здесь видим, как изменение вот этой самой дыхательной, в кавычках, составляющей кардиоритма способствовало лучшему восприятию этим человеком сердцебиения. То есть, это вот о системности. Ну, один из таких вот фрагментов, которые можно проиллюстрировать. Ну, и вот еще интересный график. Он представляет собой что? То есть, у нас квантили это то же самое, что медиана, да, это синонимы. Просто медиана это квантиль, где значение P это 0,5. То есть, вероятность 0,5. Вот. Квартили, медианы, они используются в медицине реже, чем средние значения. Но на самом деле средние значения не всегда использовать оправданно, если вы не уверены, что ваша выборка имеет нормальное распределение, да. Вот. А эти характеристики квантили, они не зависят от формы распределения. Мы с вами видели картинку, что распределение может быть разным и отличаться от нормального на коротких отрезках. Оно характеризует цифры, что ли, или порядок того, что там происходит максимально точно. То есть, это вот так называемые робастные характеристики. И мы видим, что мы видим, что в четырех периодах, когда человек спокойно сидел в экспериментальной комнате, когда он проводил мысленный счет в сердцебиении, когда он проводил свободные движения пальцами, когда он работал на результат, что все эти характеристики его кардиоритма, они были различны. Разные? Сколько раз? Да, они абсолютно разные. Ну, просто для того, чтобы это увидеть, пришлось подвернуть это вот такому специфическому, специфический такой обработке. общего такому. да. Ну, и вот здесь, когда мы задумываемся о том, что же считает человек, вот когда он, почему он одни сердцебиение может посчитать, другие не может посчитать, то есть, это, конечно, очень интересно. То, что я сейчас скажу, оно также носит в большой степени дискуссионный характер, но здесь можно использовать различные теории. здесь вот мы напрямую можем как бы сделать сопоставление с интересными нейрофизиологическими представлениями. например, есть такое представление о нейрофизиологических кадрах, вот о том, что наше восприятие дискретно. Если мы с вами смотрим вот на этот экран, представим, что, ну, скорее всего, его частота обновления это 75 раз в секунду, 75 Гц. То есть, мы с вами не видим то, как меняется эта картинка. Вот, но если бы эта частота обновлений была 5 раз в секунду, мы бы видели, как такие слайды, скрины, как бы они менялись. И, соответственно, да, представьте, да, представьте, теперь, что среди этих 75 нынешних экранов, которые мы видим с вами за одну секунду, на одном из экранов изображено что-то неожиданное. Ну, например, бутерброд. Вот, мы бы его, скорее всего, не заметили. Возможно, подсознательно мы бы как-то это увидели, вот эти всякие пресловутые технологии 25 кадра. Я как-то с языка сорвали, да. Вот, но на самом деле речь идет о том, что, представьте, что эти кадры, ну, например, съезжают вверх или вниз, то есть, мы смотрим как будто сквозь прорезь. И представьте, что в тот момент, когда мы можем посмотреть, то изображение, которое было с той стороны прорези, оно уже нам показалось самым хвостиком, кончиком. То есть, мы не успели разобрать, что там есть. Ну, так вот, несколько образно я попытался передать эту теорию нейрофизиологических кадров и представление дискретности восприятия мозгом сигналов. И вот, если отталкиваться от этого, тогда можно сказать, что, представьте, что сформированная, ну, такая функциональная система, сформированная инструкция, которая сказала, слушай свое сердце, человеком, она, значит, обратила какое-то внимание, его фокус внимания на его собственное сердцебиение. Он некоторые различает, некоторые, например, нет. Представим, что некоторые особые сердцебиения, потому что, как мы видели из предыдущих иллюстраций, каждое сердцебиение особое и впитывает в себя множество разных и внутренних, и внешних влияний, попадает в этот кадр, в эту прорезь, если человек успевает его заметить. Ну, вот, собственно, здесь мы можем перейти к представлениям о внимании, да, хотя это тоже очень свежие понятия, то есть, это выведено из-за перцепции, то есть, из представлений, там, многое, ну, гораздо более ранних. То есть, это ведь свежее, это же абстрактная вещь, внимание, то есть, понятие, само термин, вот, нет такого органа, вот, да, его по-разному характеризуют, разные параметры внимания. Ну, вот, если мы представим, что есть некое такое внутреннее внимание, которое мы обусловили этой инструкцией, и представим, что человек теперь видит, и представим, что он видит только особые, отличающиеся друг от друга сердцебиения, вот этими столбиками теперь, наконец уже, да, отмечены различия между соседними РР-интервалами. Если у нас есть РР-интервал первый, потом РР-интервал второй, значит, длительность первого, например, там, 600 миллисекунд, а второго, допустим, 662 миллисекунды, да, вот, различия между ними составит, вот, примерно столько. Значит, и вот мы эти различия смотрим. То есть, если эти различия положительные, столбики вверх, если отрицательные, столбики вниз. И вот, Вот мы увидели, что число у каждого человека, который назвал цифру, которую он посчитал, число вот этих столбиков можно сопоставить с неким порогом восприятия, это тоже очень условно. И вот для этого испытуемого, чьи результаты здесь представлены, вот эта подпороговая область, вот она составляет примерно 10 миллисекунд, плюс-минус 10 миллисекунд. Это может противоречить, например, чаще всего применяемым представлениям о том, что осознание стимула это где-то 200 миллисекунд. Но есть другие данные, которые говорят, что это не 200 миллисекунд, а 70 миллисекунд, некоторые пишут 40 миллисекунд. Но дело в том, что мы не знаем о каком восприятии идет речь, сознательном, подсознательном, на что реагирует человек, на рассогласование и так далее. То есть вот как бы одно из таких представлений, которое можно найти в кардиоритме, если попытаться пофантазировать, проявить творческое воображение в хорошем смысле. Или же можно использовать эту иллюстрацию для других вещей, для других объяснений. Не, например, вот теории таких прорезей нейрофизиологических кадров, а, например, с позиции представления, когда нет никаких порогов. Такие представления тоже существуют. А существуют колебания ясности восприятия. Тогда в каждый отдельный кардиоцикл, который представляет собой такую вот интеграцию разных влияний, происходит, соответствует этому своя ясность восприятия. И мы тогда можем сказать о том, что существуют моменты, когда эта ясность в большей степени проявляется, когда-то в меньшей. Ну и, например, можем задуматься о том, как отличается это все внутри. То есть получается, что есть время у человека, когда у него все получается, когда он ясно все видит и все может. И время, когда он не может, потому что, опять же... То есть речь идет о секундах, на самом деле. Мы не можем это сказать. У каждого это, вероятно, по-разному. Это миллисекунды. Но вот что представляет собой этот рисунок? Вот это реальная шкала, 60 секунд, в течение которого человек проводил отметки своих сердцебиений нажатием пальцев. При этом, что мы обнаружили? Очень интересно. Мы обнаружили, что все люди, как вы верно заметили, они все по-разному себя ведут. То есть были люди, которые отмечали каждое последующее сердцебиение такими пачками. Например, там, 10 штук подряд. Были люди, которые... Ну, были, соответственно, введены критерии и так далее. Как это совпадает, это все достаточно объективно. И были люди, которые отмечали отдельные сердцебиения. Ну, человек подумает, сосредоточится, увидит какое-то большое, вероятно, отличие и показывает. Были люди смешанные, в которых сочетались отдельные отметки с такими вот пачками отметок. Ну и, собственно говоря, если теперь взять и пересчитать, когда это происходило, потому что это все сделано, этот рисунок, в реальной шкале времени, мы увидим, что есть время, когда ничего не получается у человека. То есть это те самые, если пользоваться этой, может быть, метафорой, может быть, теорией о нейрофизиологических кадрах, нейрокогнитивных кадрах. То есть мы можем сказать, что это тот момент, когда этот стимул, который можно было поймать по инструкции, он попадал в недосягаемую область. Вот, собственно говоря, это то время, когда ничего сделать было нельзя. А вот это время было результативное. И оно также отражает вот тип... То есть у одного и того же человека может быть такое время, может быть такое время? Может быть такое, может быть. Ну, как правило, человек, если он такого типа, он проявляет свойственные ему характеристики. Вот этот человек, обратите внимание, он работает как бы сериями. Два отметил, три, два, еще два и так далее. То есть это все совпадает с временной отметкой. Ну и, допустим, если на реальную жизнь вот это перенести, то есть мы можем увидеть яркие примеры, которые каждый из нас видел, где проявляется время, когда все получается, когда нет. Например, поднять гирю. Если вы не так сконцентрируетесь, не так дышите, скорее всего, вы не поднимете. Не важно. А если вы тренированный спортсмен и вы правильный координируетесь, вы сможете поднять больше грузов. Вот, собственно говоря, это и есть результативное время. То есть оно характеризуется какой-то особой координацией всех систем организма, органов для того, чтобы выполнить намеченную цель. Ну и еще вот здесь вот очень хорошая, как я обещал, такую интроспекцию сделать в клинике, да, поскольку мы на первом медицинском канале. Давайте задумаемся, например, о связи патологии сердца или, скажем, может быть, каких-то донозологических проявлений, да, его каких-то работы, допустим, с психическими заболеваниями, скажем, с аффективными нарушениями, с тревожными расстройствами, с депрессиями и так далее. Известна такая тесная связь. То есть я уже говорил, что в той же психосоматической медицине, которая когда-то была вот особенно популярна с переводом книжки Бюроти Гамма и Рады, там, с авторов, вот, о том, что это вот ощущение страха, значит, тревоги и так далее, да, сердце ноет, жмет, давит. И хорошо это известно и кардиологам, когда у кардиологических пациентов у них часто как раз вот депрессии, да, то есть депрессивные расстройства. Вот. И здесь мы можем задуматься, что же происходит и почему, например, раньше лечили все касторкой, да, и так далее. То есть если мы задумаемся о том, что вот такие отметки, это некие отметки нашего внутреннего времени. То есть представление о том, что мы отвечаем все на вопрос, зачем сердцу мозг, да, то есть почему не может существовать это обидно. Сейчас говорят о том, что внутреннее время это некие пульсации там в нейросетях, значит, ну, и говорили о том, что это вот сердечный кардиоритм, отметки времени и так далее. Ну, наверное, вот это время индивидуальное, оно все разное, оно отчитывается в разных секундах. Причем эти секунды, каждая от следующей может отличаться. Ну, вот, например, это длинное, это короткое, да, вот такие фрагменты. Вот, представим, что у человека, который страдает каким-то нарушением настроения, чем он характеризуется? Мы можем вспомнить основные дополнительные симптомы депрессии, ну, например, по нашему уважаемому психиатру Анатолию Бориславовичу Смулевичу, да, то есть такая книжка, она практически у всех клиницистов, насколько я помню, есть. Значит, и там описываются дополнительные симптомы депрессии, если внимательно посмотреть на них, ну, например, нарушение аппетита, там, инсомния и так далее. Эти все темпоральные эффекты. То есть нарушение аппетита, человек, значит, не ест тогда, когда нужно. Когда надо ест. То есть у него что-то не выделяется, ферменты или сок, или у него еще что-то нет. То есть это сдвиг какой-то временной, десинхроноз. Если инсомния, это значит, что он не засыпает тогда, когда нужно. Или, может быть, он наоборот спит, но не так, просыпается. То есть я хочу сказать, что при желании, если задуматься и посмотреть на дополнительную симптоматику, вы почти везде обнаружите темпоральные вещи, и вы увидите, что нарушение настроения, они прямо связаны с нарушением внутреннего времени. И тогда вот это, скажем, теория или теоретические построения, они уже покажутся не такими сухими. Можно подумать, а как же это применить, как мы можем изменить это внутреннее время. Ну вот, например, врачи в древности, которые лечили кастеркой, что они делали? У нас ведь система каких-то ритмов в человеке существует. И кардиоритм – это наиболее явный, такой яркий представитель ритмов. Но если мы перезагрузим пищеварительную систему, где более длительные ритмы, может быть, мы восстановим в человеке какое-то внутреннее время, если вот так вот шуточно поговорить. А может быть, и не совсем шуточно, кстати. То есть, может быть, это помогало. То есть кастерка как метод перезагрузки. Ну, это, конечно, может быть, помогало. Сегодня существуют, давайте сразу скажем, намного более эффективные средства. И, конечно, никому не следует это рекомендовать. Но просто мы можем, ну вот, или мы акцентировали этот пример к тому, что люди, может быть, интуитивно искали способ вылечить от меланхолии, от развития желчи, как это говорило еще, так называлась эта депрессия. Ну, и вот, собственно говоря, эта схема, адаптированная из работы Оскара, она чем интересна? Она показывает то, что часто употребляемый класс антигипотензивных препаратов, это ингибиторы ангиотезин превращающего фермента, как они действуют. То есть их действие очень, на самом деле, более сложное, чем это просто вот ингибирование этого фермента, да, и соответствующие ему эффекты. То есть мы видим, что он действует и на кенины, и, собственно говоря, другие субстраты. То есть что-то ингибирует, что-то увеличивает. Но вот что здесь можно вспомнить, и как это связано с предыдущими нашими осуждениями. Известен эффект принятия ингибитора ВПФ, когда сухой кашель. Ну, особенно у первых препаратов. То есть я помню, когда они появились в России, и как раз вот был такой эффект у людей. Люди покашливали. То есть это мы как раз видим, что, может быть, это влияние как раз брадикинина. Но мы можем сказать о том, что этот сухой кашель, мы помним, что он действовал антиаритмически в рекомендациях старинных докторов. Мы помним о том, что это тоже та же часть мозга, в которой есть и центральный ритмогенез сердца, кардиоритма и дыхание, да. То есть мы задумаемся, а так ли однозначно, только ли на артериальное давление, и только ли там в почках действует этот препарат, или он все-таки действует не только там, а еще где-то, да. То есть, собственно говоря, я вот хотел тоже обратить внимание клиницистов, кому это, возможно, интересно, что схемами лечения перспективными, может быть, или уже, может быть, использующимися, да, я, насколько знаю, то есть есть врачи, которые используют разумные, рациональные сочетания фармакологических препаратов. То есть в каких-то случаях, если мы имеем дело с десинхронозами, нарушениями настроения, сочетающимися с нарушениями кардиоритов, предположим, что у нас может оказаться эффективными, вероятно, ну, насколько я знаю, есть такие публикации, скажем, сочетание ингибитора ВПФ с ингибиторами обратного захвата серотонина. Да, то есть мы можем говорить о синергии некоторых фармакологических эффектов. Ну, это вот такое отступление специально было сделано к тому... Ну, так как для размышления, в общем. Да, для того, чтобы мы видели, чтобы мы могли абстрагироваться только от каких-то вот таких вот как бы отстраненных от практики рассуждений. Все, что мы говорим, оно имеет прямое отношение к практике, но вопрос, какой практике. Практики сегодняшней, практики завтрашней, или, может быть, что-то уже использовалось, перестало использоваться. Но я думаю, что здесь мы скорее говорим о той медицине, ростке которой Михаин-1, американский футуролог, видит в том числе и в таких работах тоже. Вот здесь вот что, как это связано? Вот это на самом деле схема из международного стандарта, так называемых информационных технологий, передачи данных. То есть, когда наш компьютер, который передает изображение на этот экран, он использует что-то похожее на вот этот стандартный протокол. Вот остальные какие-то, может быть, там корпоративные стандарты и так далее, они похожи. То есть, здесь есть несколько вещей. То есть, уровень приложения. Это пользователь дает команды запроса через приложение. То есть, я нажал кнопочку на клавиатуре, появился этот слайд, значит, пошел сигнал, что нужно изменить слайд, вот этот показать. Дальше происходит информация, то есть, вот кодирование этих данных и дальше идет обмен. То есть, компьютер, который поддерживает работу этого дисплея, он координирует обмен между системами, устанавливает связь между предающими, спрашивая, в тот ли экран я передал, или, может быть, там подключены у нас еще технические мониторы, может быть, надо туда передать, нет, говорит, сюда. Вот, подготовил этот маршрут, то есть, упаковали они данные, наконец, передали, и, наконец, эти данные дошли, и у нас появился этот слайд. Собственно говоря, так выглядит технически передача данных. Ну, мы, конечно, это все очень упрощенно представляем. Для чего мы сопоставляем, тоже в какой-то степени метафорически, потому что человек это не компьютер. Почему мы сопоставляем это с восприятием сердцебием человека? Для того, чтобы продемонстрировать возможность использования современной техники и современных технических решений для передачи сигналов. То есть, мы можем на этом уровне дать человеку инструкцию. Вот мы говорим, отмечая собственное сердцебиение, вы слышите свое сердце? Нет. Говорят, что здоровый человек не может слышать сердце, но это на самом деле как показывает, что это неправда. Самый простой способ опровергнуть, вспомните, если вы бежите по лестнице, то сердце это почувствуете. То есть, не значит, что вызывали. Ориентировочная реакция, изменение фокуса внимания. Дальше идет модуляция кардиоритма и подстройка центральной нервной системы. То есть, это такая вот взаимная подстройка. Дальше идет выделение каких-то узлов кардиоцепции. Почему, например, разные авторы пишут о разных участках мозга, которые отвечают за восприятие сердцебиений. То есть, на мой взгляд, это связано с тем, что в таких передачах данных от сердца, то есть, мы можем говорить, как вот при отправке посылки в такой-то город, на такую-то улицу. Мы даже иногда можем указать дом, но мы не всегда знаем квартиру, она у каждого своя. То есть, собственно говоря, и эти функциональные образования, они могут быть разными. Дальше идет упаковка данных и, наконец, передача. То есть, вот такая аналогия, она, на мой взгляд, позволяет людям, которые занимаются техническими системами и адаптацией всяческих физиологических представлений в жизни, вот это использовать. Ну и очень наглядно показывать, что же происходит. Мы попробовали с коллегами создать прибор и программное обеспечение, которое бы позволяло, как с коллегами из Московского авиационного института, которое бы позволяло проводить исследования того, как человек воспринимает свое сердце. Ну, это было очень просто. То есть, вот, относительно, конечно, просто. Была создана программа, которая в режиме реального времени, с учетом всяческих задержек, которые связаны с отображением, то есть, аппаратные задержки существуют, существует очень много разных нюансов. Выделял, эта программа выделяет ПКР в реальном времени. И в зависимости от пожеланий оператора, для того, кто проводит это исследование, с определенным отставанием от этого ПКР может подаваться сигнал о реакции человека на стимул. Звуковой, световой сигнал, может быть, там, тактильный и так далее. Вот. И, собственно говоря, вот эта схема представлена. На следующем слайде мы с вами можем увидеть, как работал прототип этой программы. То есть, вот, выделил, пошел реальный кардиоритм человека. Зелеными вот этими нулями отмечаются реальные пики. То есть, он настроился и начал их хорошо отмечать в реальном времени. Значит, красным он показывает вот этими кружочками. Он показывает сигналы, которые подает прибор. То есть, он, например, пищит, скажем, да, человеку. И синими то, что человек нажимает, да, на кнопочку. Он услышал сигнал, тот не услышал. Вот тут, видите, что-то пропустил. Да, мы не всегда знаем, на самом деле, отмечает ли человек текущий кардиоцикл, или он делает это с запаздыванием. Ну, в данном случае это, как бы, вопрос методологии и отдельных исследований. Но, тем не менее, вот такая штука была. И использование выделений пиков R в реальном времени, это, кстати, один из элементов для переходного мостика к созданию систем с обратной связью. При проектировании искусственных органов и так далее. Каких-то систем контрпульсации и так далее. Ну, вот вариант выводов, допустим, уже в цифрах, что мы увидим. То есть мы видим номер зубца, время, когда это происходило, длительность интервалов, их разницу и так далее. То есть это все вот можно анализировать и строить такие картинки, которые я вам показывал раньше. По сути, если говорить о прагматической информации, при использовании таких вот уже системных подходов для проведения анализа ЭКГ, то есть мы можем говорить и об обычном анализе ЭКГ, то есть который уже вошел в практику. Мы можем говорить об анализе сигналов о реакции испытуемого, ведь это тоже очень характерная вещь. Вот чтобы провести некий концептуальный мостик от рассказов о десинхронозах, я еще вспомню, ну, это тоже несколько условно, известный тест из гириатрии, тест рисования часов. То есть известно, что пациенты, которые, в состоянии которых уже крайне тяжело, они выполняют это сплоха, то есть они рисуют эти часы совершенно далеко от реальности. То есть это циферблат, на котором изображены по кругу циферки. Но если представить, что это рисование не связано с физической возможностью человека и так далее, а именно отражает перенос вот этих вот пространственных, временных представлений. Мы же сейчас говорим... То есть ментальную... Да, мы говорим, сколько лететь до... Какого расстояния до Петербурга? Ну, час лету, да, или 600 километров. То есть мы свободно в обыденной жизни оперируем для оценки и временными характеристиками, и пространственными. То есть если об этом говорить, то есть анализ сигналов о реакции испытуемых, он может тоже много рассказать о человеке. Ну, вот я это несколько такую спекулятивную картину использовал с тестом рисования часов, но она просто очень яркая и наглядная. На самом деле, конечно, можно другие примеры придумать. Ну и также анализ соотношений параметров кардиоритма и параметров сигналов подаваемых испытуемых. Это тоже все эти ритмические характеристики. Они также очень информативны могут быть для практики. Ну и вот завершая нашу встречу, если вы позволите, я хотел бы сказать о том, что исследование сердца, конечно, то, с чего мы начали, оно не только такое вот строго научное, такое аналитическое, когда мы препарируем сигналы, цифры, статистику и так далее. Оно может быть художественным. Это иллюстрация для нашей книги, которая называется «Восприятие сердцебиений и когнитивные аспекты кардиоритма», подготовленная Оксаной Крапивянской. На мой взгляд, оно представляет собой художественное исследование, как работает сердце. То есть мы видим здесь и временные характеристики, вот они, да, эти самые часы. Это внутреннее время. Мы видим, как сердце взаимодействует с мозгом. То есть две фигуры – это сердце и мозг. Ну, я думаю, что да. Вот это похоже на сердце, это вот похоже на мозг. Похоже на мозг, да. То есть мы здесь видим и некие традиционные символы. То есть, собственно говоря, вот как-то интуитивно человек много знает о себе, и, может быть, задача как раз таких вот встреч и творческого поиска в том, чтобы увидеть то, что уже есть вокруг нас или внутри нас, и сделать это полезным для людей, сделать это полезным для настоящей клинической практики. Спасибо большое, Виктор Ильич. В этой рубрике я хотела бы спросить вас о том, что вас профессионально интересует и занимает сейчас. Потому что монография, которую мы видели, это в 2009 году была выпущена. Это, можно сказать, уже для вас лично пройденный этап, хотя не потеряла она актуальности. Вот еще один аспект вашей деятельности. Сейчас я прочитаю просто, как называется. Это московский консенсус по применению стабилометрии и биоуправления по опорной реакции. Что это такое? Что такое стабилометрия? Для чего нужен консенсус? Что это? Спасибо большое за вопрос. Но на самом деле я считаю, что тема вот таких вот системных подходов физиологии, а физиология – это, по сути, теоретическая медицина, вот он актуален и сейчас. То есть в этом смысле, да, достаточно далеко от сегодняшнего времени, от нашей встречи отстоит работа над этой книжкой. Но я использую похожие подходы, или даже, собственно говоря, философские, что ли, те же подходы для других работ. И сейчас я занимаюсь, ну, последние несколько лет проектом, связанным с исследованием того, как человек взаимодействует с гравитационным полем Земли. И для этого используется чаще всего, ну, как основной метод исследования, стабилоплатформа. Стабилоплатформа – это устройство, которое позволяет определить в цифре объективно параметры взаимодействия человека с этим гравитационным полем по так называемому центру давления. То есть если человек стоит, вот он давит ногами, опорами на такую пластину силовую, и она, если обычные весы, они просто взвешивают человека, показывают как бы силу, с которой его притягивает поле, то эта платформа, она может показать еще координаты, куда предложена результирующая сила, то есть некую точку. Эта точка колеблется, когда человек даже внешне почти неподвижно стоит, да, и мы можем объективно узнать. То есть не только вот грубо, например, провести ту же пробу Ромберга, то есть человек открыл глаза, закрыл, качается, не качается, влево-вправо. То есть мы можем увидеть и различия у человека, которые не видны, всегда невооруженным взглядом. Ну это вот кратко о том, что это такое, что это за приборы. Но на самом деле московский... А для чего нужен московский консенсус? Да, московский консенсус. Вот я все это объяснил для того, чтобы было понятно, что здесь также существует, на мой взгляд, парадигма, о которой я говорил, использование приборов такого типа рассмотрения человека как механических моделей. Вот. И она сдвигается, то, что я говорил, к системным представлениям. Соответственно, мы тогда нуждаемся и в новых подходах, и мы добавляем биологическую обратную связь по опорной реакции. И вот то, как это выглядит в представлениях разных авторов, разных исследователей, это тоже большая дискуссионная область. И от этого, от того, как разные авторы представляют, зависит, например, подготовка клинических рекомендаций. Причем, например, даже вот если взять клинические рекомендации из разных дисциплин, медицинских дисциплин, соответственно, использование этих приборов, оно существует в разных дисциплинах. Вот. Они могут по-своему написать, какие показатели считать. Ну, то есть, консенсус – это дискуссионная площадка. Ну, не совсем. То есть, это все-таки рекомендательно. Ведь существовал, допустим, у гастроэнтерологов римский консенсус по поводу того, как лечить хеликабах. Давайте, например, кто сотрудничает с вами? Какие институты? Травматологи, очевидно, нет? Это общественная инициатива. Она была изначально затеяна с участием очень известных профессоров-неврологов и реабилитологов. Я могу назвать фамилии. Но, в принципе, все интересующиеся могут… То есть, это реабилитация движения человека после поражения? Это просто наиболее востребованная сейчас область. И к этой сейчас вот группе присоединилось порядка 50 человек. Это междисциплинарное соглашение. Там есть и специалисты восстановительной медицины, и люди из спорта, и психофизиологи, и неврологи. То есть, мы же делаем что? Мы просто постарались прийти к общим представлениям, что это такое. То есть, это характеризовать, дать определение, выделить значимые и незначимые показатели, выделить критерии, по которым это оценивается. То есть, я думаю, что это очень интересная и перспективная вещь, потому что так используется на Западе. Работа в консенсусе, она как бы обогащает каждую из перечисленных. Это что-то, что позволяет иметь общее представление, говорить на одном языке. Потому что, если группа авторов пишет одни клинические рекомендации в одной специальности, потом в другую, они напишут разное, как врач это будет применять. Но если это не клинические рекомендации, если это исследования, например, чисто теоретические, фундаментальные, то есть, мы можем сталкиваться и сталкиваемся с явлениями, когда делаются выводы необоснованные. Потому что использовали не те показатели, или показатели, у которых характеристики... Ну, только в общий язык такой... Да, общий язык, да. То есть, такая ведь форма, она придумана не нами. В той же вот теме кардиоритма существуют международные рекомендации. Они, естественно, готовились, большущая группа экспертов. Вот. Люди пришли к единому мнению и проводят исследования именно так. Собственно говоря, почему мы не можем сделать в России такое? Тем более, этот метод, он, в общем-то, очень тесно связан, его история с исследованиями в нашей стране. Вот мы здесь... Наша страна была в пионерах. Поэтому я полагаю, что мы можем иметь такой консенсус для себя. Можем его рекомендовать. Так что, если кому-то интересно, пожалуйста, MoscowStabilometryConsensus.ru Спасибо. Спасибо вам.